привет друзья или не друзья как мы с вами вообще на какой мы стадии общения шален влог всем привет я решил сегодня сделать такое успокоительное видео небольшое потому что здесь очень успокаивающие места мы 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 с вами находимся в кивуце гаш вы знаете я очень люблю эти небольшие поселения в центре или же в округе ашарон скорее страны потому что это жир я считаю хотя конечно виллы тут есть разные и это кибуц до сих пор насколько я знаю но я там историю не читал вернее не историю а кто они сейчас как у них конкретно сейчас все здесь управляется поэтому и кому интересно я снимаю скорее не для исторической справки а для того что если вам интересно вы можете сами потом полезте почитать ту информацию которая вас интересует вот есть новенькие дома вот за мной сейчас а есть дома конечно старенький особенно там при въезде ну там час много людей я на самом деле выискивал здесь какие-то новые проходы к морю и я не уверен что что здесь как бы я могу ходить вижу какой-то проход потому что море вот смотрите я прям подъехал к нему вам не видно но там впереди море так лучше я думаю перенаправить камеру от меня и снять хоть какой-то я понял куда мы вышли я понял ну видите частной территории как таковой нет все не огорожено отдельные дома и вот тут выход да я знаю этот проход конечно же я просто с этой стороны никогда не заходил это вот новый дом и там за ним есть новый район довольно таки дорогих квартир и вилл вот когда-то это распродавалось кстати были еще более или менее цены но сейчас уже не подъемная по моему кстати здесь не квартиры одиротновка что есть квартиры для отдыха вот но я помню когда это здание еще строилась и раскупалась кстати мне почему-то все таки кажется что нет целостности архитектуры есть какой-то шанхай небольшой ну ладно зато у них шикарнючий вид потому что с правой стороны это все смотрит на море внизу увидите под подпорной стенкой есть такой большой ров это на самом деле вода здесь постоянные потоки воды когда идут дожди и я вижу что ничего с тем не сделали я не знаю я бы задумался угрожает ли им что-либо деньги у этих людей есть эти подпорные стеночки прям такие основательная тот но за эти потоки воды они все время размывают тут почву в принципе если пойти вот туда вправо я просто не хочу сейчас туда идти вниз мы выйдем прямо на хороший пляж ладно пойдем назад поищем какой-нибудь другой способ посмотреть на море да так я вижу собаку я вижу собаку она гуляет сама без поводка без ошейника а вон вон там тетенька стоит честно говоря в таких местах не очень непонятно правило потому что по идее чужакам здесь не то чтобы не рады но место для своих абсолютно видите все это вход в дом кстати все дома открытые заборов 0 никто ни от кого не загораживается но куда можно зайти а куда нельзя это вот большой вопрос часто такие еще дома их как-то часто такие поселения их как-то отделяют тут специально какого-то ограждения при въезде нет я вам сейчас покажу вот это море вот мы зашли в чей-то двор из него есть спуск так поэтому сюда можно может заехать в принципе любой желающий никого не проверяют не останавливают дальше идут тропиночки на смотрите вы можете жить в такой кибиточки неприметный ну незавидный да но у вас зато будет ребята вот такой вид смотрите кто-то летит на вертолетике маленьком у вас отсюда может быть вот такой вот вид ёханы бабай да вот это все по идее шмурата тэва то бишь заповедник и его не должны никогда застроить произойдет или нет мы этого не знаем но пока что этого еще не произошло вот так что вот тут всякие попугаи или кто это какие-то просто воробушки да пробушки но здесь бегают и койоты в принципе по ночам вот такие вот холмики в кустарнике и море а тут отличнейший пляж вот как раз между этими двумя холмами там есть проход про который я вам говорил и там отличнейший пляж причем даже с будкой спасателя вот где-то здесь недалеко есть пляж нудистов короче полный полный комплект вот пляж не самый перенасыщенный даже бы я сказал для центра страны ненасыщенный потому что мало стоянки в основном люди приезжая сюда выходные пытаются вот там где сейчас показываю поставить машину но машин очень много стоянки не хватает внутри этих районов ставить плохо нельзя не нужно это же место крайне мало поэтому здесь даже просто найти стоянку в сезон очень сложно вот а потом нужно еще пешкарусом пройти все вот эти холмы между ними и дойти до моря то есть ну не прям как бы да тут лавочка пойдем посмотрим что нам предлагают за этим поселением какие здесь есть красоты в принципе я бывал вот в той стороне несколько раз в этом вот заповеднике и там куча мусора просто безумное количество мусора это очень печально вот тут я вижу пока нормально но может быть здесь убирают какая-то водонапорная башня и ну видимо сбор воды погода просто песня ну вы видите я конечно одет тепло довольно таки ну потому что солнце только зайдет и сразу может быть довольно прохладно вот так вообще конечно дни сейчас стоят отличнейшие сюда приезжают люди на великах кстати я бы тоже здесь не отказался на велике поездить nice вот приезжают даже на каких-то квадроцикликах мотоцикликах я не очень уверен что здесь прямо на них можно но я вижу следы от шин так что ездят он какая-то табличка ну да это вот написано по добро пожаловать в парк лиуми хофф ашарон то есть берега ашарон так ну вот туда можно пойти к морю сюда пойти от моря короче слушайте да он там кто-то ходит с эти с пакетиком забавно но выглядит все цивильненько поэтому можно прийти полазить тут какие-то цветочки прикольные не цветочки ягодки смотрите прикол прям какие-то какие-то очень интересные сейчас самое просто время гулять но днем вечером к сожалению холодно и потому что летом здесь будет жарко летом капец но вот такие красоты понимаете вот в той стороне у нас чуть чуть дальше у нас натания чуть чуть ближе туда к центру у нас герцлия и вот это вот промежуток между ними красота я считаю что это один из самых жирных районов в израиле ну как бы этот наверное и еще чуть-чуть за натании вот как бы два таких островка еще которые пока еще ну скорее всего это еще долго не застроят хотя вот видите холмы 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 вот эти вот охраняемые а потом идут поля когда эти поля отойдут под застройку мы не пока что не знаем ну и почему здесь еще называется заповедник потому что здесь есть разнообразие разных и животных кстати как бы не казалось пустынным и растений он смотрите крутяк я считаю крутяк пахнет кстати хвой чуть-чуть и летит самолет так тетенька говорит по телефону а собака пока я покекала вот тут и она это увидела и не убрала но правда попросила прощения когда я собака подошла ко мне не знаю я думаю ли тут не принято убирать село все-таки да блин но это ж крутяк да когда вот например строится у кого-то дом жир просто жир давайте у вас прям живая природа подходит прям к вашим окнам невероятно просто невероятно чуть-чуть поднимемся я думаю нас за это не арестуют а там там закрыта а вот тут можем наверное пройти чуть-чуть вот так поднимемся на дальше уже нам не зайти хорошо ступеньки кстати видно что относительно новое вот у нас этот дом и что еще тут можно увидеть но у дома будет наверное с крыши вид на море потому что вон она я бы на их месте разрисовал этот цилиндр например в краске небо так ступеньки вот к этой башни перекрыты просто деревяшкой видимо чтобы не бухали ночью вечером не знаю ну мне нравится вся эта концепция когда у вас двор абсолютно открыт вы доверяете людям хотя конечно сейчас уже вокруг здесь слишком много и туристов и приезжих на пляж просто и как такие как я могут просто зайти на и что-нибудь не знаю стащить но этого видимо не происходит потому что люди до сих пор так живут ну приятно приятно что заборов минимум тут вот заборчик просто чтобы не упали заборов минимум открытые площадки хотя конечно с другой стороны я тоже небольшой любитель подглядывать за прям вот так вот вот участвовать чужой жизни и знаете если я буду идти здесь летом и везде будут одни семьи с которыми нужно будет здороваться ну есть люди такое любят я люблю больше приватности вы знаете так что не знаю не знаю как бы как бы мне это подошло вообще концепт классный а вот тут кстати есть забор видите вот кто-то себе поставил все таки то есть не запрещено можно если хочешь еще мне нравится у кого-то прям прям такой тракторончик стоит прям возле дома заехал к себе это это уж точно заехал прям себе в гостиную до белье сушится у всех мне нравится что есть вот такая вот как бы якобы ничья земля между домами засаженная просто травой это шклево да когда и мне нравится что не квадратные участки что вот извилистые вот эти тропинки подходы к домам тоже какие-то нестандартные специально видимо их делали россыпью вот чтобы это не было каким-то квадратно гнездовым способом это что шиповник у нас это какой-то разновидность шиповника наверное или что это ребят скажите мне что это а то из меня агроном уже не выйдет так тут похоже собачники просто все все кого я встречаю сейчас на улице они идут с собаками очень интересная пальма эта пальма обвитая вот таким интересным суккулентом прикол я же говорю для любителей природы здесь просто капец как вышли вот там стоянка на которой я стал какие-то здания общественные стеклянный столик неприкаянный вот смотрите видите абсолютно старый дом причем еще и такие жалюзи все покосившиеся так что не все как бы в шоколаде зато куча цветов всем любителям цветов сюда дети там качаются на площадке есть детская площадка короче говоря какая-то насосная старая поваленная пальма должны быть для какашек пакетики но их нет мусор аккуратненько складывают все хотя вот тут немножко на мусоре но смотрите кто-то оставил одежду в пакете из-под икеи так что у нас тут еще вот тут написано что нельзя становиться никому кроме жильцов этой улице вот по таким-то дням и часам что логично так вот в ряд дом из нескольких квартир состоящий но такое типа отремонтированный на вот эта белая конструкция судя еще по трубам которые за ней стоит это наверное все таки бомбоубежище периодически такие встречаются в городах израиля ну раньше делали до когда подвалы не были в каждом доме и людям предлагалось бегать в такие подвалы бомбоубежище посреди района видите ну как бы как говорится бедненько но чистенько да ну то есть что мы видим я не могу сказать что за какой-то люксовый вариант поселения вот но он настолько обжитой и настолько милый и настолько здесь такое все маленькое няшное мимимишное вот ощущается спокойствие причем что это самый что ни на есть как бы центр страны и очень жирное место то есть отсюда туда тель-левьего всего ничего дуй герцлии да это вообще рукой подать у кого-то стиралка прямо на улице так забавно что за мной сейчас стоят там две женщины они и индуски то есть ну скорее всего кстати может быть здесь есть все-таки какие-то индусы по обмену а может быть даже какие-нибудь евреи индусы такие тоже ну редко но очень встречаются не знаю или просто работники работницы и работники я тут вижу какую-то выставку заброшенных велосипедов на заборе и ворота ну и имитация входа куда-то дальше так зайдем сюда тут ворота закрываются тут он я вижу пикниковая зона до вон там где я показываю пикниковая зона и с детьми играют футбол прям какая-то секция класс вышли на окраину какое-то поле может быть даже их поле потому что я вижу дальше забор вот эти дома которые вы сейчас видите это и есть уже начало не тони давайте тут аккуратно колючая проволока кто-то повесил какое-то лохмотье чтобы не зацепиться так ну все получается вот конец поселение забор предупреждению что там большая опасность тут написано что нет прохода к морю чтоб не ломились а что тут не издалека показалось что это кладбище но я не уверен ребята то есть какие-то отдельные цветы отдельные какие-то ведра больше похоже на что-то не знаю я не знаю что это скажите мне а тут эти пакетики есть молодцы ладно я бы сказал что я хотел бы уже пойти полный набор всех баков вот ну более-менее здесь кстати следят куда что выкидывать и это понятно потому что люди здесь сами получается их двор переходит непосредственно во всю эту территорию дальше ой курятник прикольно подумал что здесь было бы классно замутить такое видео знаете когда просто ходят с камерой и снимают звуки природы людей и свои шаги вот это было бы наверное в таком пасторальном месте уместненько небольшое поле песочное поле футбольное со старенькими такими воротами ну не знаю я бы ребенком здесь бы кайфанул кстати так электрокары маленькие тетеньки рассекают вот если вам видно там целая выставка велосипедов я почти уверен что они не прикручены что таких местах обычно оставляют и никто друг друга не ворует ну по крайней мере о таком не слышал потому что люди все живут будет бок о бок и ты этот велик просто не сможешь где-то использовать тебя сразу вычислят какое огромное прекрасное дерево эти места кстати конечно же люблю еще и за вот такой буйной зелени и из-за того что люди знали толк как вырастить большое дерево и не обрезать его и о боже у него ветки большие они могут упасть куда-нибудь там дано людей и так далее их нужно обрезать срочно оказывается нет оказывается все это прекрасно растет и цветет смотрите можно вешать лазалки на них канаты вот где вы видели в ваших городах вот такие вещи да они могли бы быть кстати видите вот и валяются и велики стоят и открытое окно смотрите вход в дом он абсолютно прозрачный тоже кстати удивительно для израиля не часто вот и какие-то игрушки правда такие немножко подгулявшие но валяются прям тут на дороге он впереди есть детский садик и куча игрушек для валяется там и маленький заборчик вот такой малепусенький таких заборчиков сейчас не встретишь особенно в детских заведениях потому что люди ну боятся обычно что детей заберут и обычно даже взрослых не пускают во внутрь так пойду я по этой дороге тут я хотя бы знаю кажется где я запарковался немножко заблудился то обычно в садике все прям законопачены у нас от и до металлическими заборами школы также а тут садик вот таки вот с такой вот оградкой мне кажется кайф я думаю что люди ну дети здесь наверное точно счастливы в таком месте да это мне так хотелось бы думать вот велик стоит ничем не прикрученный вот пацан поехал никем не ограниченный деревья стоят никем не рублены и офигеть смотрите они огромные вот я вижу что в камеру вам так не видно но они огромные выставьте сколько это тени вообще дает летом кайф и куча все закатана не в в асфальт не в плитку как хотелось бы многим мэром да а вот в такую травушку смотрите сколько пространство чистой зеленой травы вот любой бы мэр любого города это все хотел бы закатать в асфальт или в плитку потому что трава на нее тратить ресурсы воду кстати я здесь даже не вижу не вижу полива ну может быть это он есть ну конечно в таких местах я вижу вот есть маленькое кафе какое-то но в таких местах обычно нет заведений есть какой-нибудь маленький киоск маленький мини-маркет такой дорогой там не знаю подкупить максимум бутылку молока но за большими покупками нужно выезжать здесь очень близко есть разные супермаркеты вот увидели да как что сделал человек он просто остановился поставил велик и пошел вовнутрь это это что такое это мечта это утопия да а это что это что-то типа столовой кафетерия мне кажется это кафетерия да ну ладно у нас тут смотрят поэтому пойдем так ребята наша прогулка подошла к концу солнце уже садится села практически мы были с вами в кибуце гаш вот такое пасторальное место я не знаю кому это может не понравится поэтому со всех вас по лайку подписочка если еще не успели этого сделать приводите своих друзей на наш канал всем пока шарен бог а и Продолжение следует...